Всем привет! Села вам рассказать последние события, которые у нас происходят. И опять у нас воздушная тревога. У нас сегодня с утра пробомбили Киев и Харьков. Славочка мне уже отзвонился, говорит, так бабахнула, что просто, говорит, дом вздрогнулся. А потом позвонила сестра, недалеко от нас живет, Слава, она сестра, говорит, опять у нас выбило все окна в подъезде. В общем, били очень серьезно. В Киеве вот только-только передали, что только сейчас потушили пожар. Четыре человека уже точно погибших, очень много пострадавших. И скорее всего там еще остались люди, потому что выгорели целые квартиры. В общем, это ужасное зрелище, конечно. Я вот смотрю и сразу у меня опять рука немеет. Я не знаю, у меня как только я смотрю на эти кадры, на эти все новости, у меня сразу немеет рука. Я не знаю, что это такое. В общем, новости ужасные, могу вам сказать. Пробомбили практически всю Украину. И, не знаю, день только, как говорится, начался. И что будет дальше, я не знаю. Славик уже там тоже говорит, что нервы на пределе, но у него нет выхода, он сейчас не может вернуться. Хотя здесь тоже, видите, как тут тоже бомбят. Бомбят, моя девочка пришла, моя ласточка пришла. Показали один кадр, у меня просто слезы на глазах. Собака возле этой многоэтажки, видно, получила или контузию. В общем, она стоит как невменяемая. Вокруг нее люди, ей там водичку дают, ее удерживают. Она бедная, просто как прострации. Крупненькая такая собачка, хорошая. Но говорят, что собаки очень плохо переносят все вот эти взрывы, хуже, чем кошки. Кошки более как-то так вот, как это, более стрессоустойчивые. А собачки, даже многие погибают от такой вот, от этих взрывов. Ну, хотя, что говорить, моя кошка, которая у меня в Харькове, когда у нас начались вот эти бомбежки и летали самолеты над нашим домом и бомбили нас, у меня кошка оглохла. А потом, через время она, ну нельзя, Деви, она потом еще и ослепла. Так что, хотя ей было 25 лет, казалось бы, кошка пожила, но, может быть, она бы еще у меня пожила, если бы не вот эти вот, не эта война. А это лащица, лащица, она тоже, она как чувствует, понимаете, как только вот у нас тревога, она от меня не отходит, она чувствует, она прямо вот, ну, наверное, они, кошки, наверное, больше чувствуют, чем мы. И они как люди, они все понимают, все абсолютно понимают. В общем, вот такое вот у меня, такое у меня утро, очень невеселое. И опять-таки, я повторюсь, у нас сейчас тревога, не знаю, очень, очень, конечно, страшно все это. Ну, что будет, то будет, как говорится. Ну и тем не менее. В общем, слежу за новостями. А что мне остается делать? Хотела сегодня пойти погулять. Да какой там гулять? Какой там погулять? У меня, я же врю, что рука опять начинает неметь. Ладно, поживем, увидим, что будет дальше. Смотрю на эти кадры, где выгоренные, выгоревшие квартиры, и я просто в шоке, понимаете? Вот вся жизнь, вся жизнь человека осталась в этой загоревшей квартире. Все. Документы, мебель, ключи от машины, в общем, все, 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 что, вот как люди жили, и ничего в один, в один момент ничего не стало. Представляете? И кроме этого еще погибают люди. Ну что, к сожалению, ничего утешительного сказать не могу. В данный момент и тут разбор завалов. Четверо уже погибли. Около сорока ранены, и среди них беременная женщина. Это какое-то сумасшествие, я вам могу сказать. Бить по мирным, по мирным домам, по мирным людям. Ну как такое возможно? Как? Я этого никак не могу понять. Каждый день погибают, умирают, страдают мирные люди. Ни в чем не повинные мирные люди. Это просто, я даже не знаю, как это все назвать, каким это словом все назвать. Смотреть на эту боль, на эти страдания, это невыносимо. Жил себе спокойно народ. И из-за одного, не хочу выражаться, такое сотворить на нашей земле, в нашей стране. Вы не представляете себе, как это жить, когда ты каждый час понимаешь, что он может быть последний. В угоду кому-то. Защитнички пришли нас защитить. Защитили. Защита шикарная. Сколько погибло деток. Сколько осталось сиротами. И погибают каждый день. Каждый день погибает мирное население. Вчера у нас под Харьковом погиб маленький ребенок. Ему всего было два месяца. Он еще жить не начал. А у него уже эту жизнь забрали. Тупо забрали. Тоже попала бомба в здание. Мама лежит в тяжелом состоянии. И таких случаев очень много. Мне недавно, опять-таки, не хотела, но скажу. Мне опять недавно звонил сын моего кума. Он мне обычно звонит тогда, когда приходит гроб с его одноклассником или приятелем каким-то. И он мне тогда звонит. Ну и начинаются вот эти вот рассусоливания. А как вы? А что вы? Я говорю, а как вы? Да вот. Один пришел. Под бахмутом был. Говорит, всего один остался. Все остальные погибли. Я говорю, молодые ребята. А чего он туда? Говорю, пошел. Ну, деньги, конечно же, деньги. И начал жаловаться мне. У нас так все подорожало. У нас так все подорожало. Раньше мы сетку картошки покупали за 150 рублей, а сейчас мы сетку картошки покупаем за 500 рублей. У нас хлеб уже 53 рубля. Ну, я не понимаю в этих деньгах, что это и как это. И, в общем, я говорю, ну а как отец? Он говорит, ну вот он получает пенсии 12 или 14 тысяч рублей. Ну, говорит, за коммунальные заплатил. Один раз в магазин сходил. И все. Вот так вот. Лучше бы вот эти деньги, которые тратятся на бомбы, на убийство чужого народа, эти бы деньги пошли на благосостояние своего народа. Но об этом никто не думает. Я говорю, ну а как вы? Чего вы молчите? А что мы можем? А что мы можем? Я говорю, так вы же голосуете. А я никогда не ходил голосовать. Вот и плохо, что ты не ходил голосовать. Вот такая история. Грустная история. Они не хотят даже понимать, что происходит. Не хотят. Они не понимают, как это нам здесь. Мы бросили свои дома. Бросили всю свою фактически жизнь. Все бросили. И кто куда. Сколько моих одноклассников, моих знакомых сейчас живут не в Украине. Бежал кто куда может. Когда бомбили. Мои хорошие приятели, они просидели в подвале, в сыром подвале. Как только, ну у нас, я не знаю, говорила я или не говорила, но у нас в начале войны каждый день ровно в 11 часов летели самолеты, которые нас бомбили. Они как раз пролетали над нашим домом. И где упадет эта бомба, никто не знает, никто не понимает. У кого было где спрятаться, тот прятался. У меня негде было спрятаться. Я сидела вот так вот, закутавшись в квартире, и все. Они спускались в подвал и сидели в подвале. Ну, чтобы вы понимали, это был февраль месяц. Это была зима, это был холод. В подвале, естественно, и сыро, и холодно. Вот они там просидели месяц или больше в этом подвале. И приняли решение, что нужно выезжать. И выехали. Сейчас они в Германии. И таких случаев очень много. Люди выехали. И непонятно, вернутся они теперь или не вернутся. У кого как складывается судьба. А сколько семей, которые... Вот так вот муж остался здесь, а жена с ребенком уехала. И есть такие случаи, когда уже жена не вернется, у нее уже там другая семья. То есть вы настолько все у нас убили, убили наши семьи, убили наши души, убили нашу жизнь. Я уже не говорю за наши дома, за наше жилье. Вам прощения не будет. Никогда не будет прощения. Вы это скоро узнаете. Так нельзя. Так нельзя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.